А в Ставрополе вручали четырехколесные подарки. 29 автомобилей. Новенькую Лада Гранта получили ставропольцы, пострадавшие на производстве. Все машины оборудованы автоматической коробкой передач, а также индивидуальными опциями для каждого владельца. Со счастливыми обладателями авто пообщалась Виктория Середа. Водительскому стажу Олега Константиновича можно позавидовать. 58 лет, но после травмы на заводе боялся, больше за руль не сядет. Однако врачи и сила воли помогли восстановиться. Он продолжил водить машину. А с сегодняшнего дня – современную Лада Гранта. По последнему слову техники. Навьер есть, навьер. И тем более все новое здесь. Первый раз сел, не мог завести. Ну, тут нюанс, как тормоз нажать и заводить. А я не делал это. Сейчас дома изучу все. Вместе с Олегом Константиновичем машины получили 29 жителей края. Ключи и документы вручили представители Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования. Всего же в этом году обладателями авто стали 48 человек, пострадавших на производстве. В спецмашинах есть все необходимое для комфортабельного управления. Ну, а больше всего водителей обрадовала автоматическая коробка передач. Автомобили переоборудованы индивидуально под каждого человека. Представлено здесь четыре модификации. Для лиц без правой ноги, без левой, без обеих ног и стандартные автомобили. То есть, считаем, что предоставление автомобилей одной из важных направлений в деятельности Фонда, поскольку это одно из самых эффективных средств реабилитации. Хотя оно и дорогостоящее, и предполагается предоставление его только людям, которые имеют соответствующие показания и не имеют противопоказаний к вождению. Машины выдаются сроком на семь лет. Владельцы имеют право на ежегодную компенсацию бензина, обслуживание авто, текущий капитальный ремонт. Александр Клочков получил травму в 2016. Остаться без средства передвижения в селе было очень сложно. «Спасибо им, что они позаботились и как бы своевременно мне сейчас предоставили этот автомобиль, которым я сейчас буду пользоваться. Выезжая от ЗАО Каменобалтовска, а это находится на расстоянии 30 километров от районного центра. Теперь я могу выехать в больницу, в поликлинику, на рынок съездить». Домой автомобилисты отправились уже на собственных новеньких машинах. Виктория Середа, Николай Попов, Ставропольское телевидение.